Все вы прекрасно понимаете, что самые дешевые цены это не в торговых центрах. Точнее в некоторых торговых центрах, где там крутые магазины, там кое-что дешевле. С другой точки зрения, мы куда заехали? Мы заехали на 12 участок. Вот сюда, этот торговый центр, магазин бытовых услуг, универсальный магазин, магистраль. Почему нас сюда пригласили? А для того, чтобы мы посмотрели, насколько здесь дешевые цены. По одной простой причине. Сюда не приезжают люди из Магнитогорска. В смысле, основные люди из Магнитогорска в тех торговых центрах. Но сюда же также люди приезжают, и они хотят посмотреть свои сады. А здесь большое количество садов. Они могут на свои садовые участки приехать. То есть тоже большое количество садовых участков. Так давайте посмотрим, насколько здесь большие цены. А сейчас все и начнется. Вам понять надо. Я даю правильную информацию, но я ограничен во времени. К сожалению, то, что я даю в эфир, это максимум 7 минут. Но для интернета, естественно, больше. Больше приколов и стеба, больше полезной информации и больше музыки. Так что, господа, эфир эфиром. Но и про интернет вам надо знать. Вы часто здесь появляетесь? Да, часто. Чем вас привлекает этот центр? Ну, открылся недавно. Мы в основном ходили в большой туда. Но сейчас, как бы, потихоньку сюда привыкаем. Свежие товары, как бы, ну, знаем тем более продавцов многих, как бы. То есть понятен результат, да? А цены, 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 цены. Чуть ниже. Чуть ниже, да? Чем вот у нас по 12. И вот она прелесть то. Ну, наконец-таки мы работаем с дефляцией. Это должно было случиться. Мы стали смотреть на цены и начали понимать, что проще купить больше и дешевле. И, кстати, новее. Я бы вам, конечно, мог все это дело продемонстрировать и показывать все эти вещи. Вопрос цены. Вы уже узнали вопрос цены. Вопрос цены здесь абсолютно небольшой и абсолютно не дороже, чем в дивных супермаркетах. То есть для того, чтобы вы купили здесь продукты, проблем нет. Просто придите и спокойненько купите. Потому что сколько продуктов вы видите, вы можете купить и шашлыки здесь, и сыры, и колбасы в том числе. То есть это вообще круто, да? В одном месте столько продуктов. Чем это вам не радость то? А как по-другому? И это называется логистика. Мысль, как ее вам объяснить? Сделаем правильный выбор. Все, что здесь есть, будет раскуплено. Не зависит на полках, а вы придете и купите. Потому что, простите, за энтропией вам надо следить. Быстро кушаем грамотные продукты. В городе определенные цены. Вот, допустим, в магните. Это практически самые дешевые цены. Здесь цены такие же примерно? О, я, честно сказать, не сравниваю. Нет, здесь даже дело не в ценах, дело в ассортименте. Вот если не касаться цен, меня вот здесь устраивает ассортимент. То есть можно купить, зайти после работы от хлеба до гвоздя, так скажем, да, корм для животных, бытовая химия. Вот это меня устраивает. А еще в одном месте можно купить все. А еще время работы, да? Да, то, что они работают допоздна. В основном кинешься полдевятого, да, вот гвоздь какой-то мужу, мы вот сейчас ремонт делаем. Здесь можно в любое время, ну, как бы с восьми они работают. То есть раньше, чем многие другие магазины на участке. Кстати, тема становится еще более очевидна. К сожалению, для всех, но понять-то надо. Комбинат наш главный кормилец. И поэтому, простите, надо подстраиваться под его работу. А так-то довольно странная штука получается. Мест дешевых в городе много. А рынки почему-то заканчивают свою работу, когда большая часть комбината едет домой. Ну, как-то это непорядок. Помнится, время такое было, и я перестал покупать колбасы. Зря я это делаю, если честно. Потому что в других центрах, вот, я что-то не доезжаю. Вроде рынок, а какие-то колбасы там 500 рублей. Здесь, по сути, ничего не изменилось. То есть, понятно, кто на вас делает деньги. Это представители других торговых центров. Здесь ничего не поменялось. Как были колбасы там, ну, в пределах там 220 рублей за полукопченую. Так они и стоят столько же. Все остальное, ну, чуть-чуть прибавилось. Ну, не так, чтобы в два, в три раза. Ну, вы о чем говорите? Кто? Мы же все-таки Россия. Мы все это дело и производим. И производить, и кушать надо. По чуть-чуть, но много. И, в принципе, если есть грамотную пищу, а не водку, колбаски самые дешевые и сыры с той же оперы, то, в принципе, можно не маринуясь, а кошельки жить спокойно. А кое-кто-то экономил. И кое-кто сейчас за это платит бешеные деньги. За то, что в другом месте практически бесплатно. Пойдем. Так вот, первый этаж продуктами не заканчивается. Еще пристрой. Шикарный пристрой. На этом шикарном пристройе есть все, что вашей душе угодно. Все, что вашей душе угодно. И для химии в том числе. Потому что смотрите, сколько. Вау! Крутизна-то какая. Сюда повернемся. Пожалуйста. Ну, конечно, это не магазин Орион. Но, тем не менее, все, что нужно для ребенка, в том числе, есть. Вот. Другие вещи. Это вот такие штучки, которые вы в садах делаете. Рано или поздно, когда вы все дело закончите, захочется, чтобы был и лев, и гномик, и белоснежка. И там много чего интересного. Все здесь есть. Никаких проблем нет. Вот. А то, что находится за спиной моей супруги, вот без этого, то как жить-то? Без подушек, без кроссовок, без нательного белья. Оно тоже здесь есть. То есть, это центр, в котором есть все. Мы не будем утверждать, что круто и дорого. Нет, не круто и не дорого. Кстати, я тут покупал кроссовки в дисконт-центре. Ну, вы знаете, дисконт-центр, это где за 5000 рублей. Да пошел бы такой дисконт по адресу. По тем же адресам отправляется и вся химия. Я вам серьезно объясню. За аренду платите вы. Вы, дорогие мои. Здесь нет такой аренды, и цены, естественно, ниже. К слову о том, что здесь ждут арендатора. Сказала мне супруга и сказала, покупай Алису только здесь. Где бы мы ни ходили, у меня коты дом. Представляете, коты. Коты сику, коты как вот. Ну, я люблю котов. Сегодня, сейчас я гораздо больше люблю сына. Ну, хотя, тут надо понять, что я люблю котов, свою супругу и своего сына. Я еще люблю машины. К сожалению, автомобильных вещей здесь нет. Но когда Алиса здесь самая дешевая, и она стоит всего 100 рублей, хотя в городе мы ее искали, и она была все 120 рублей. Ну, извините, подвиньтесь. В следующий раз, когда вернусь с сада, пройду обязательно здесь. Вот так-то и получается. Везде выгода небольшая, но есть. А вы-то покупаете не на маленькую сумму, и вот вам 200 или 500 рублей плюсом. И это на хавку, на остальное тоже. А теперь про экологию. К слову о том, вас здесь тоже ждут, потому что пространств много. Вы можете здесь также взять в аренду и продолжать бизнес. К слову о бизнесе. Если вы будете дружить с телевидением, бизнес у вас будет железобетонен. Я вам серьезно говорю. Поэтому, с учетом того, что мы здесь не последний раз, то подумайте сами, куда можно приехать. А я в любой точке, я в любой точке ваш бизнес раскручу, и вы поймете, что это такое. Где мы сейчас находимся? Мы находимся в подразделении, которое занимается рыбалкой. То бишь, если у вас что-то случилось, да по сути ничего и не случилось. То есть на 1000 рублей здесь берете все, что хотите. Чуть дороже, и пожалуйста, и у вас уже клев и приклев. Нормально. Ну, естественно, палатки и все остальное. Но я кое-что увидел. И я бы хотел здесь купить пульки. Они чуть потяжелее, чем мои пульки. Пульки-дротики. А вы бы хотели увидеть как, а не как. Не хочу раздражать тех, кто смотрит. Зато какова будет рыбалка. Да, человек начал с двух квадратных метров. Но поняв крутизну этого центра, стал разворачиваться. При этом не напрягая вас. Ну как это, а? Доступные более-менее, чем в городе. Ага. То есть вы понимаете, что в город лучше не ссоваться, правильно? Как бы не ссоваться, сунулся сегодня. Подороже в городе. Подороже. Да. Вот это и есть правило, да? Я не нашел такие плитки. Не нашел. А здесь есть? Да, тут появились и привезли. А это второй этаж. И рыбалка, конечно, и то, чем можно гордиться. Здесь все как в опте. Представляете, я смотрел цены и понял, что брать в центре нет необходимости. Да не круто. Да нет офигенного оборота. А кому-то надо. Две крутые пилы, нормальный генератор, замечательный бензоинструмент, отличный мотоплог. И по сути для огорода есть все. По сути, вы должны сами понять, на кого нужно молиться. И кто вам показывает правильные цены. Здесь купил. Цена самая дешевая в городе. Потому что люди работают напрямую с производителями. То есть надо понять, что на втором этаже поднимаешься, и абсолютно нет никаких там космических сцен. То есть, уж поверьте мне, то есть я это все вам реально демонстрирую. Вот это классный торговый центр. Представляете, какой он классный? И где располагается? Как сюда доехать? То есть, и перед тем, как поехать в сад, и перед тем, как поехать в огород, и перед тем, как поехать на дачу, стоит сюда заехать. И по сути, вам больше ехать никуда не надо, потому что здесь есть все в наличии. Хотите, покушайте. Хотите, потренируйтесь. Ну, это круто было. А хотите, купите себе все, что нужно было. Потому что такое случается. Приезжаешь, что-то не хватает. Даже если что, сюда доехать гораздо ближе, чем куда-то в ближайший торговый центр. То есть, до сюда доехать, это не вам 15 километров, еще в центр мотаться. И цены-то дешевые. А вот теперь жесть. Крепитесь, господа. Я, конечно, все понимаю, но чтобы здесь был фитнес-центр, честно, я и не знал, что есть. Блин, пасхальный, кажется, я чем-то не тем занимаюсь. Что-то я не понял. То есть, тренажерок в обычных торговых центрах просто не существует? Почему не существует? А здесь есть, да? Здесь есть, конечно, много тренажеров, на которых можно заниматься и очень много упражнений делать. Поэтому есть они. То есть, вот можно понять, в принципе, одну замечательную штуку, да? Вы приходите сюда, особенно кто здесь работает, или вообще. То есть, я так понимаю, что здесь рядышком нигде тренажерных залов физически нет. Ну, у нас есть бокс, в общем. Там была раньше тренажерка такая, как-то самодельная. А так вот здесь основная. То есть, здесь все занимаются. То бишь, можно прийти сюда с утра до самого вечера? Да, конечно. Покушать здесь же? Да. Вообще супер. Вообще, я согласна с вами, да. Ну и в оконцовочке тема. Есть в Саратове завод с обалденной колбасой. С нормальной ценой и возможностью попробовать. Попробуем? Да, легко. Да, вот и меня попросили попробовать генеральскую колбасу. Честно, я сюда приехал, у меня в желудке там просто кошмар, понимаете? Я есть хочу это в действительности. Вот. Давайте попробуем, потому что из Саратова делаются колбасы. Я был в Саратове, понравился мне город. Вот. Единственное, что там с дорогами, конечно, труба. Но попробую в колбаске с оларями классическое. Сервелат венский. Вот сюда надо тоже прийти, потому что всегда здесь какие-то вкусности вам придают. Вы можете попробовать. Вот. Тем более я, который сильно-сильно хочет кушать. Так вот. Попробую и вкусит, я смотрю. Ммм. Обалденительная штука. Ммм. Знаешь, что такое? Сыр копченая колбаска. Так бы и съел всю. Вот и все. Конечно, ценники приличные. Ну, за килограмм. А таким килограммом можно очень долго поесть. Много не съедите. Но в чем преимущество сыр копченой колбасы? Едите мало, получаете удовольствие. А потом еще покушали. И замечательный результат. Слово о том, какие это вкуснейшие колбасы. Сейчас объясню. Такое ощущение, что здесь не добавляют ничего другого. Просто рано или поздно мы начинаем понимать, что россияне не всегда производили то, что должно было быть. И по сути, фиолетово на кризисе. Главное, есть такой результат. Ммм. Было, конечно, круто. И надо было это сделать, чтобы человеки поняли, как надо работать. И работать не для себя. Таких людей, по сути, не много. И по сути, я один такой. Для меня роднее вы, обыкновенные магнитогорцы. Потому что вы и есть моя суть. Я должен работать для вас. Ну а то, что мы сейчас вкусили, и то, чем можно похвалиться, располагается на улице Локомотивной 10. И вы, мимо нее, те, кто хочет в Верхний Уральск прокатиться, да и в Челябинск напрямики ломануть, не проедете. Потому как я, в принципе, все вам и объяснил. Как вы прекрасно понимаете, никаких сверхдорогих цен здесь не существует. То есть, в принципе, вы можете не брать то, что хотите в супермаркетах. Поверьте мне, здесь те же самые цены. По сути-то. Вот, мало того, это целый комплекс. То есть, здесь не просто вы же покупаете еду. Нет, 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 здесь не только еда. Здесь вы можете на рыбалочку собраться, вы можете кое-что для дома прикупить, в саду сделать. То есть, надо понимать, это самое место, где оно находится. Так вот, это самое место находится на 12-м участке. Выезд из города в сторону Верхнеуральска. Только далеко не выезжаете, повернете после кругового движения направо и приедете сюда. и здесь все купите. И я так понимаю, что купив все здесь, вы порадуетесь, потому что цены будут абсолютно небольшими. в первую очередь, в первую очередь, Продолжение следует...